Был развал не так, как люди говорят. Раз за один день, за два дня. Развал уже был год, существовал. Год он разваливал. Его год разваливали, вот этот союз, полностью год. А мы почувствовали тогда, когда уже воровство, бешеное пошло, воровство. Я даже сам на мясокомбинате работал, вот на мясокомбинате работал. У нас Веденёв генеральный директор был. И вот это, вот он нас посылал, пять человек, после смены, уже смена кончалась, ну, мясокомбинат так, и вот мы ночью, вот это, раз в камеры заходили, и для них мясо резали, для всей конторы полностью. Ну, там филейки, чистые филейки, хорошее, отличное мясо, нежное, хорошее мясо, вот им вырезали на. И вот, так это надо для них было, для конторы, потом для всей милиции было всем нарезать, чтоб милиция им. Короче, вот этим мясом полностью, всей милиции мы глотку затыкали, вот этим мясом, хорошим мясом. Вот, вот таким макаром мясокомбинат работал. А воровство у рабочих шло, ой, там, помимо того, вот просто разрешалось три килограмма мяса каждодневное. Ты покупаешь, три килограмма тебе давали, ну, тебе три килограмма вполне хватит. Там нету они не по двадцать, по пятьдесят килограмм. У него заработок, например, четыреста рублей у этих, у грузчиков шёл, да, вот, по четыреста, там грузчикам вообще очень большая зарплата. У них всех больше было. А они по тысячонке на мясе делали. Вот, и представляете, ну, по две тысячи в месяц выходила зарплата. Тогда зарплата самая высокая была, это четыреста, ну, пятьсот от силы. А вы представляете на мясокомбинат? Так это короли, вот это золотые короли были. Они по две тысячи зарабатывали. По две тысячи. А массовый убой, когда это ушло, этого мяса, он со всех шёл. Ой, чёрт. Короче, мясо шло. Ну, вы представляете, я даже вот как-то свет на мясокомбинате выключился, а это специально его выключили ночью. Работал, всё, мясокомбинат на полной силы. Тут раз свет отключился, линия остановилась, всё остановилось. Всё остановилось, а то не остановилось, воровство пошло. Вы представляете, там одну камеру открыли, вот, просто взяли, там кара электрическая с такими сквыками, а там двери толстые, она с разгона продала эту дверь, замок вдребезгиня, и, короче, поплыла у меня. И вы представляете, я вот такую картину, короче, вёл. Такая очередь длинная, все с мешками, и эти, главное, там, свининная камера, там, одни свиньи, на туфе, блин. И вы представляете, все с мешками вот стоят, и только эти затки ломают. Ау, не, опереть не надо, затки, затки, вот эти, там, потому что больше меня, а, сам, вот, хоровая. Вот это затки ломают, ну, ляжки, короче, от свинейной. И вообще, вот, мужчины тоже же женщины любят по ляжкам, хлопот. Ну, то же самое, это так же. Ну, и вот, и такая очередь столпилась, где-то, я такой, вообще, обалденно, мишка, откуда это? Да, люди сразу пронюхивают. Вот где-то что-то вот так случится, да, люди сразу, как нюх у них, как нюх. А, всё, и всё, и всё, и пошло мясо. И вы представляете, сколько мясо исчезло? Вообще, вот так, если разобрать, это два, да, резервраторных вагона исчезло. А может, даже, может, три, может, да, три резервраторных вагона. Вагона, это я тебе буквально могу даже сказать, за сколько оно исчезает, за сколько может исчезать, за двадцать, за десять минут. Кого ловить-то? Нету, всё чистенько, всё аккуратненько, чистенько, всё, всё, нету мяса. Куда ещё? А куда? Это всё организовано. Вот, вот, вообще, вот это воровство, организованное, такая преступность, она, как бы, вот, действует очень чисто, красиво так действует. И вообще слаженно работает, и всё. И главное, вот, вот это мясо, которое исчезло, оно превратилось, в буквальном смысле, в золото, ну, бриллианты и так далее, и тому подобное. Вот. Спасибо.